я все время знал одну дорогу только из моего района в центр города эту одну дорогу вдоль вдоль реки камы и вот однажды я решил что нужно как говорится расширить горизонт горизонты и вот я решил съездить к нашим родственникам в москву первый раз жизни я решился на смелый так сказать решительный поступок и поехал в одиночку на поезде в москву у нас там жили родственники ну как не самой москве в городе сателлите и мы с ними созванивались родители раньше ездили еще при союзе потом когда я уже родился уже никто никуда не ездил вот но я взял отпуск на работе и поехал помню еду на поезде взял у меня был тогда ipod touch такой красивый железный и я закачал музыку и что странно вот у меня в мозгу нарисовалась так что я тогда слушал гуфа вот но на самом деле этого не было то есть на самом деле я слушал там какой-то был вот этот москва ждет февраль песня земфиру слушал вот а у меня бы сейчас мозг нарисовал так что будто бы я слушал тогда басту и гуфа и сейчас когда я слушаю басту и гуфа у меня такие эти флешбеки так случаются что я как будто бы с этой музыкой был тогда и по ассоциации то есть играет играет гуф так сказать и соответственно я возвращаюсь москву вот ну приехал я меня встретили мы там немного разошлись с дедом вот потом пришли я думаю сейчас поеду уже сразу в москву гулять но меня после поезда покачивала поэтому никуда конечно я не поехал вот но мы у деда дед рассказал как ему мой родной дед а он этот дед который из москвы был он как бы двоюродный что ли как получается но бабушкин брат вот не родной дед вот а мой дед родной из перми он его сварил когда-то еще при союзе самогонный аппарат и вот дед из из москвы он гнал самогон у него все все шкафы были заставлены самогоном вот и и мы выпили этот самогон и что вот странно что когда я в перми пил компаниях водку там или что-то еще меня сразу же тошнило я на дне мне нальют я выпью меня уже сразу тошнит что-то мне плохо а там химках москве мы пили целыми стопками еще и с бальзамом я бальзам привез уральских в это бальзам но как подарок и вот и мы выпили я пил стопками чуть ли как не каждый день мы пили и на утро было похмелье я собирался и шел гулять по москве было очень классно ну правда была погода не очень это было как раз это один год в марте другой феврале вот но в марте уже кстати вот по сравнению с перми было очень тепло даже можно было некоторые дни были солнечные можно было даже без шапки ходить хотя в перми здесь было еще снега по самые по самую жопу там уже все было очищено и меня так было это удивительно я думаю как это так все почищено снега нет на тротуарах уютные такие дворы все идешь спокойненько по тротуару по чистому асфальту я спрашиваю дед игру как-то говорю почему он год но здесь же говорит столица горит москва еще мне было удивительно его акцент помню он звонит мне но не мне нам говорит как-то так говорит эй горит андрюш андрюш привет игру привет дед и вот это а кони вот это их я подумал что после этого думаю надо научиться говорить только не на не а кони и не с пермским этим акцентом дебильным а думаю надо научиться говорить четко четким таким без безакцентным русским языком и вот я решил поставил себе такую цель найти как в этот как немец ты из фильма брат балабанова говорит какая это ты для чего говорит шрифа же говорит для того чтобы быть а провернуть ведь поговорку что что русскому хорошо то немцу смерть так вот моя цель научиться говорить таким чистым так сказать русскими языком без акцентов вот но судя потому что уже прошло десять лет а вот этот акцент особенно вот я сейчас стал записывать видео я замечаю что я говорю у меня проскакивается все равно хотя и пытаюсь говорить ровно так вот четко без всяких акцентов но все равно вот этот пермятский этот акцент он проскакивает так что как говорится по состоянию на 2020 год победить пермятский акцент наш родной не удалось не вот не удается вот но москве но но они хорошо конечно говорят и так это нараспев но это тоже все это тоже искажение но но это так скажем если если пермский акцент это минус то московский акцент это все-таки плюс еще я заметил там что улицы вот например любые другие города которые осмотрел на и смотрел название улиц мне они не нравились а в москве там прекрасные названия и москва она как филиал такой америки если вот америка всем нравится там красивые такие названия все это привлекает одними названиями можно сказать только до код москва это такой филиал америки в россии и там тоже так красиво название всякие земляные валы с рейтинге всякие и киманки и прочее это очень красиво но так побыл это где-то неделю я трекнул что у меня день рождения скоро это идет мне подарил с бабушкой подарок 10 тысяч рублей вот и что на эти деньги яку приехал и купил себе фотоаппарат помню приехал на поезде ехал 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 на поезде приехали мы приехали сюда и было холодно морозно там то было уже тепло вот на час у меня есть даже фотографии видео как я как я значит там был что фотографировано фотографии не то что там особо художественный но сейчас я все это покажу и фотографии видео и видео вот такие дела так я съездил москву и на следующий год еще я съездил а потом собирался в деревню еще съездить еще такое так сказать родное наше родовое поместье тверской области но туда у меня съездить не получилось сейчас уже не там уже не съездишь ну ладно короче такие дела сейчас я покажу фотографии и видео видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А тире панель за панель, кереша свачкан и сен Фуни сет и сентель, у нас ванцват и реаль А тире панель за панель, кереша свачкан и сен А тире панель за панель, кереша свачкан и сен А тире панель, кереша свачкан и сен Кереша свачкан и сен А тире панель за панель, кереша свачкан и сен А тире панель за панель, кереша свачкан и сен А тире панель за панель, кереша свачкан и сен А тире панель за панель, кереша свачкан и сен